Сложная задача, пытаться уложиться в регламент, рассказывать и показывать иллюстрации, которые, мне кажется, не случайно урожены для понимания проблем. И я хочу сказать, что, как у меня замечательно сказывается в сердце, что каждый докладчик разбивает и продолжает темные изучения. Я сейчас хотела бы перенестись и дать вам объяснить, почему все время не говорят. Я хотела бы перенестись от далекого культурного и Рима и от Лас-Вегаса, перейти в наше настоящее. И если Лас-Вегас, по утверждению Стива Байна, это подсознание Америки, то я буду говорить о городе Норильске, которое может быть даже не столько подсознание о России, а сколько, я бы сказала, ее репрезентации. Как у нас любят говорить в рекламе, это все в одном спокойном. И в этом смысле я половину своего работы, преступления, все-таки посвящу описанию феномена Норильска. Мне кажется, это очень важно. Я не думаю, что многие здесь присутствующие там были. И я попытаюсь показать, что изучая этот город, можно понять весь комплекс проблем постсоветского пространства и его советского прошлого. А что позволяет, может быть, нам лучше понять самих себя и поставить некоторые реальные вопросы, что нам делать, не пугаясь этого фанкуса, в собственной стране. Я скажу следующее, что, собственно, мое знакомство с Норильском состоялось в 2004 году, когда там открылся фонд культурных инициатив, который был призван поддерживать, инициировать культурные инициативы в регионах. Идея была в этом смысле вполне современная и, я бы сказала, такая децентрализация культурной жизни уже в течение нескольких десятилетий шла в европейских странах, в западноевропейских странах. В России эта проблема до сих пор, мне кажется, остается просто на уровне слабой рефлексии. А именно в силу того, что страна всегда была сверхцентрализованная, то отношение столицы или столиц, поскольку Петербург как бы тоже предполагается у меня столицы, к остальным регионам описывается термином внутренней колонизации. Это недавняя книга Александра Эткинга, которая, я надеюсь, на следующем году будет опубликована в издательстве, где он показывает довольно убедительно, что интересным образом собственная власть всегда по отношению к собственному народу вела себя как завоеватели, как колонизаторы. Вот это отчуждение как бы властной верхушки от собственных жителей и все меры, которые предпринимались, иногда даже очень позитивные по модернизации общества, по просвещению и так далее, проводились на манер, значит, белых колонизаторов, приходящих, так сказать, вот в отсталые какие-то территории и туземные народы. Я немножко огрубляю, но мысль, в общем, была одна самая. И надо сказать, что как только ты начинаешь, а я человек столичный, я всю жизнь жила в Москве, как только ты начинаешь серьезно изучать какой-то город, с которым ты собираешься связывать какие-то свои творческие планы, то очень хорошо чувствуешь эту печальную традицию. И так, когда фонд решил, как бы, первые пять лет, фонд, первые два года, фонд работал только в Норильске, а потом уже стал работать в ряде других городов, и все, в Норильске мы проработали пять лет, нам пришлось, увы, оттуда уйти не по нашим, так сказать, желаниям, мы были вынуждены уйти из довольно страшной ситуации, которая там возникла. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это был колоссальный опыт, который я хочу немножко с вами поделиться. Значит, что такое Норильск? Сейчас буду показывать картинки. Значит, во-первых, это заполярный город, который существует единственный, в этом смысле он печально уникальный, это действительно город с настоящей инфраструктурой, который находится в полярной, собственно, зоне, чего быть не может. Это рождает само по себе, в общем, огромное количество проблем, потому что существование такого города и обеспечения его, там, где вечная мерзлота, там, где минус 50 зимой, где леса тундра, там, с одной стороны, полярная ночь, полугода, а потом полярная вета. В общем, грубо говоря, люди там жить не должны, но они там живут. И краткая история этого города, значит, в 1935 году в этих местах были найдены большие залежи редких металлов, и решили там строить заводы по, значит, добыче никеля, палладиума и каких-то немыслимого количества других металлов. И был спор в ЦК, делает ли это вахтенным методом, как вообще-то по-человечески и нужно было, что приезжают рабочие, да, там работают какое-то время, приезжают, а там другие. Или делает там концлагеря, то есть, да, заключенными. Разумеется, победили концлагеря. И с 1936 года стало строительство этого страшного лагеря, Нориллаг, одного из самых чудовищных лагерей в системе ГУЛАГа, который просуществовал до 1956 года. И, собственно, руками заключенных были построены заводы, первые основания города и так далее. В 1950 году объявили официально о создании города Норильска, соответственно, он тоже строился и за счет заключенных. В 1956 году, когда распустили лагерь, первые жители, составившие этот реальный город, были заключенные и их охранники. А в этом смысле, когда Ахматова писала о том, что две России посмотрят друг другу в глаза, вот городе Норильске, грубо говоря, да, они в реальности смотрели друг другу в глаза, вот, находясь рядом друг с другом. Потом им дети переженились, жизнь, так сказать, да, шла своим чередом. Потом, когда лагерь уничтожили, возникла необходимость в рабочей силе, стали приглашать просто, так сказать, да, вот многие поехали на север на заработки, было три волны миграции, и, соответственно, город, да, так сказать, это вобрал в себя всю страну, грубо говоря, весь Союз, причем очень много приезжал из Москвы и Ленинграда, поскольку нужны были квалифицированные инженеры, рабочие, горняки. Это город горняков, с одной стороны, с другой стороны, как и странно, довольно высоко образовано население, поскольку там очень много специалистов. Это вот такой краткий экскурс. А с другой стороны, значит, этот город, я покажу вам пару картинок, да, вообще его нахождение и так далее. Да, этот город, как я уже говорила, в общем-то, некоторый колоссальный абсурд, еще больше, чем в Венеции. Его, грубо говоря, действительно непонятно, как он мог существовать. И мог он существовать ровно по этой причине, что в системе ГУЛАПы, экономика ГУЛАПа, строилась на том, что человеческая жизнь не входила ни в какие расчеты. Когда, значит, разговор был о экономической эффективности, предполагал, рассчитывалось все, кроме количества людей, которые погибнут на строительстве ФТВ, да, потому что всегда можно было по первому требованию привезти еще необходимое количество людей. И в этом смысле вся инфраструктура города, вокруг и так далее, ее безумные расстояния, совершенно немыслимые, казалось бы, да, с человеческой какой-то логики. Вот вчера мы слышали потрясающий доклад Харрел Молыча о, так сказать, абсурде Нью-Йоркского метро. Абсурд вот этого индустриального ада заключается в том, что, в общем-то, там все нелогично. Но если ты себе предполагаешь, что можно было обслуживать это огромным количеством людей, которые потом, так сказать, да, замещались погибшими, то тогда ты немножко понимаешь, как вся эта территория функционировала. Значит, немного такого иллюстративного материала, чтобы вы понимали ситуацию. Сейчас, минуточку. Т. Извините, я тут собрала некоторые картинки, чтобы... Как-то это... Может, там свет выключить? А я думаю, что будет все видно. А разве там не видно? Нет, не видно. Я не могу. Мне могут помочь. У меня рука дрожит. Я не могу. Сейчас, сейчас. А, сейчас, сейчас. Так, значит, я хотела просто показать... Да, значит, вот, собственно, где Норильск. Вот видите Москву, да, дальше там, извините, Европа. Если лететь из Москвы в Европу, за 4 часа вы долетите до Парижа. Если вы полетите в обратную сторону, через 4 часа вы будете в Норильске. Норильск — это польский полуостров. Хотя сознание жителей абсолютно островное. Они говорят, что, если они хотят ехать в другое место, они говорят, что поедем на материк. Это связано с тем, что на эту территорию можно попасть только самолетом. И половина дней в году нелетные. Поэтому норильчане могут неделями сидеть в аэропорту, либо у себя в Норильске, либо в Москве. И совершенно философски ждать, когда туда налетят. Или можно, естественно, и грузы проходят по Северному морскому пути. Собственно, это два возможных. Или летом, в несколько месяцев, когда существует навигация реки Енисей, можно таким образом с юга на север переправить какие-то товары обратно. Поэтому в этом смысле это такой закупсулированный город, закрытое общество в полном смысле этого слова, где как раз действительно в концентрированном виде видны все проблемы закрытого общества, которые себе представляло советское государство. Хотела еще показать, я еще хочу сказать, что проблема этого города, что это город, то, что называется градообразующим предприятием, то есть то, что называется company town. Это все строится вокруг огромного надеждинского завода и целой серии еще индустриальных чудовищ. И с городами-спутниками, со странами, назвами Кайркана, Ганер, Тална. Это все, что осталось как бы от названий коренных жителей. И это лес и тундра, 300 квадратных километров выжженной территории, потому что экология там чудовищная. Дело в том, что в 80-х годах, когда Россия, так сказать, Советский Союз стали подписывать разные протоколы после, так сказать, попытки как-то с миром связаться, стали огромные жалобы со стороны скандинавских стран, потому что дымы оттуда, значит, сносило ветром скандинавские страны. И требовали, чтобы экология улучшилась. Значит, что сделало советское правительство со свойством их креативности? Они просто подрезали высоту труб. И, соответственно, вот это все стало просто опускаться на город. Поэтому, когда туда приезжаешь, сейчас немножко стало лучше, первое, что делают люди, не привыкши там, они беспрестанно кашляют. В общем, в этой ситуации вот так город существует. Хотела еще показать, почему это проблема моногорода, потому что я хочу вам показать карту... Что такое моногород и количество их в нашей стране? Вот карта моногородов в России. То есть практически все, если вы посмотрите, но практически все обитаемое пространство, и большинство из них это моногорода, где, если вдруг что-то происходит с заводом, то это полная катастрофа, что и было в 90-х годах. Помимо всего прочего, мы не будем забывать и клевать. Это Арктика. И, соответственно говоря, если я говорила о том, что там действительно холодно, то это холод такой специфический. Вот это, пожалуйста, табло. Минус 52 градуса, пол 11-го вечера. То ли вечера, то ли утра, это непонятно, это полярная ночь. И парадоксальность всего этого еще связана с тем, что город строился вопреки здравому смыслу и пониманию, что этот город находится в арктической зоне. Значит, я покажу вам центр и отраины этого города. Центр строился, значит, с амбинцами, потому что это была идея сделать столицу Арктики и Севера. И до сих пор на величании говорят, что мы столица Северов. Там абсолютно ощущение вот такого, значит, столичного жителя. Поэтому надо было построить город, невзирая на вершинную мерзлоту, холод и все прочее, который бы сравнился с красивейшими городами мира. Логия была такая. Каков самый красивый город мира? Ну, разумеется, Леминград. Поэтому центральные улицы построены по модели послевоенных построек Ленинграда. Вот если по Московскому проспекту ехать, да, Ленинград, Санкт-Петербурга. Тип зданий такого, да, начинал строиться, естественно, еще заключенными. Потом, естественно, в 60-х, 70-х годах пошли панельные дома, хрущевы и так далее. Поэтому город представляет собой такое странное впечатление вот этого центра с дикими... Я просто покажу чуть попозже, чтобы вы увидели эти картинки. И проблему эксплуатации таких домов, можете себе представить, надо топить беспрестанно, иначе там, да, будет катастрофа. Теплоцентрали идут по поверку, потому что их закопать невозможно. Это абсолютный сюрреализм. Балкончики открыты, склонадами, да, при минус 52 это выглядит особенно трогательно. А дальше идут вот эти страшные... При том, что очень агрессивная среда, штукатурка все время осыпается, и к весне ты видишь вот это чудовищно облезлое такое. Дальше красится в кислотные цвета, об этом стоит чуть позже, да. Ровно через год надо красить снов. Вот в такой город мы приехали и попытались каким-то образом поддержать культурные инициативы. Сейчас я просто хотела бы все-таки, да, показать эмоционально, как этот город выглядит, а потом я, наверное, буду говорить, а картинки уже буду показывать. Я буду, можно, показывать не по порядку. Вот это Аганель, это город-спутник, да. Вот эти здания, они пустые. Там проблема в том, что когда люди уезжают, а там к концу советской власти было полмиллиона человек, что полное безумие, сейчас около 200 с небольшим тысяч. Когда люди уезжают и пустеют дома, и, как правило, не разрушают. И они там стоят вот с пустыми глазницами в перемешку с жеными домами. Иногда полдома жилое, а полдома нежилое. Поэтому это абсолютно сюрреалистическое какой-то вид. Вот, да, вот, например, как бы выглядит Аганель зимой, вот когда мы видим, как горят, так и нет. Хочу показать общий план города. Он выглядит так. Дело в том, что это как система дворов, для того, чтобы ветра было меньше, потому что страшные ветра зимой. И отчасти это эффективно. Я хочу показать сначала центр, а потом окраины. А дальше уже перейду, как бы, да, вот. Центр города производит поразитное впечатление. И я не смогла найти картинки без ретуши, да, к сожалению. Потому что здесь, конечно, немножечко проукрашено. Но при этом, да, это красивый город, но странный, потому что здесь не так видно облезлость его. Но представьте себе, это Арктика и вот такие площади. Это музей освоения Норильска. При этом там ни одной экспозиции про поводу заключенных у кулага нету. Как будто бы вообще ничего не существовало. Вот такие дома стоят, да, вот это зимой, грубо говоря. Это уже немножко другое, значит, это то, что мы делали. Я покажу немножко производства, да, потому что я ходила в шахты, скажу честно, я была на этих заводах надеждинских, да, вот это, собственно, да, тоже не самое страшное, как это выглядит. Выглядит еще более внушительно, на самом деле, потому что там огромные туннели 8 метров высоты и многокилометровые уходящие шахты в никуда, да. Вот таким образом люди работают, дышать там практически невозможно. При этом люди ходят без масок и, в общем, привыкли и говорят, что это им ни к чему. Вот так вот выглядят вот эти теплоцентрали, и вот это вот особенно трогательно. Это надеждинский комбинат, да, и вот, мне кажется, это лучшая метафора, собственно говоря, всего, что можно сделать. Вот это еще лучше, да, вот таким образом. Да, и я хотела еще показать вам последнее. Акраин, да, то есть центр вы видели. Акраины выглядят несколько по-другому. Вот таким образом. А, хочу сказать, да, что проблема, с которой мы столкнулись, не только ужасная экология, вот вообще странное существование подобного города. Но выяснилось, что, с одной стороны, древичане невероятные патриоты, и просто, как сказать, да, это наш город, это Норильск, это нечто необыкновенное. С другой стороны, то, что мы увидели, да, это абсолютная немотивированность, на чем, собственно, строится подобный патриотизм. Скажу честно, мы попытались сразу поставить работу фонда на некоторую научную основу. То есть мы изучали с экспертами, разговаривали со всеми слоями образованных, так сказать, сословия. Это учителя, врачи, художники, театральные люди, да, чтобы они высказали свои какие-то претензии. Мы составили некоторую программу, начали работать. И что же выяснилось? Вот когда разговаривали о мифологических персонажах, да, о той самой душе города, вот выяснилось, что в городе отсутствует любая культурная мифология. То есть, с одной стороны, патриотизм, но как только ты начинаешь спрашивать людей, ну а скажите, а кто вот эти главные там мифологические персонажи, не говорится о мифологии, а просто, вот самые замечательные люди норильские. Начинался ступор, потому что, увы, так бы по нижней, так сказать, инициативе, но пребывало огромное количество, в общем, известных людей. Там Смоктуновский, Женов, потрясающий геолог Николай Уванцев, который, кстати, еще до революции и при Колчаке исследовал весь этот край, потом сидел там, а потом, значит, еще много лет работал уже как Ольга Наемная. Там масса была замечательных людей. Никого этого, кто-то называет этого, кто-то называет того. Единственный человек, который более-менее все называли, это первый директор комбината, видимо, чудовище, кошмарное, старинское, но в памяти осталось, что, в общем, он все-таки был добрый, он заключенных забирал из ГУЛАГа, сажал их в шарашки и таким образом позволял им работать. Более того, он же ходетоствовал, передан КВД, чтобы заключенные интеллектуалы могли преподавать в школах, оставаясь политзаключенными. Видимо, это осталось в Народной Федерации. В городе фактически не было никаких памятников, кроме памятника Ленина. Я его тоже покажу, он замечательный тем, то есть он похож на все остальные, но если вы посмотрите и поймете, как он одет, это он со стороны как бы, да, вот так, так называем Долгого озера, между двух домов в одной гостинице она почищена, а другой разрушающееся здание. Вот он стоит далеке спиной, это конец города. Дальше он смотрит на Шмитюху, да, такая там гора, на бывший ГУЛАГ, собственно говоря, и глядит прямо туда, где был лагерь. А хочу еще показать, вот, да, он стоит в пиджачке и когда ты смотришь на него в минус 52, смотреть на это невозможно, и многие шутники просто в детском раз 90 года одевали в какие-то пальто и развлекались таким образом. Значит, в городе практически памятников не было. И нет, что говорит о том, что, собственно, городское сообщество не находит никакие точки опор. А все разговоры об идентичности заключались в том, что все вспоминали, что кто из родителей приехал откуда. Да, то есть, с одной стороны, это наш город, с другой стороны, а мы москвичи, а мы петербуржцы, а мы такие, а мы сякие. В этом смысле оказалось, что предлагая целый спектр каких-то конкурсов, грамтовых конкурсов, которые мы поддержали, какие-то бесконечные леты, мы вдруг увидели, что, в общем, вот мы в подвешенном состоянии. Сначала мы не были в чем дело. Дело в том, что странным образом тема ГУЛАГа абсолютно табуирована в городе. Нежелание людей говорить на эту тему сначала было поразительное. А так мы поняли, в чем дело. Ну, правильно. Ну, представьте себе, у каждого спелят в шкафу. Потом выяснится, дети и внуки, вдруг выяснят, что этот был охранником и доносчиком, этот был заключенным и так далее. Более того, на таком страшном фундаменте невозможно выстраивать позитивный сценарий жизни. Поэтому, да, лучше пусть ничего, чем мы будем об этом говорить. И, к сожалению, никаких памятников, кроме, так называемого Голгофа, где на горе стоят отдельные памятники разным народам, поставленным в разное время. Я потом чуть позже это покажу. Да, собственно, в городе ничего этого нет. И вот, начиная работать, мы поняли, что мы не знаем, с чего начинать. Просто город не поддается никакому воздействию. А, и тут для нас выяснилось следующее, что мы должны в некотором смысле эту традицию сами изобрести. То есть, найти какие-то точки опоры и развивать культурную мифологию, чтобы у города было какое-то единение сообщества, возможно, все-таки на понимание, да, что ты живешь в каком-то городе, и вот там стоит памятник тому-то, вот здесь вот жил такое-то и так далее. Собственно, как это сделать? Мы начали с разных сторон. Это была такая программа, идущая с разных. Во-первых, мы начали с конференции, которая была посвящена локальным историям. Собственно, наша конференция, вот первая сборка, с которой мы издавали, называлась «История места. Учебник или роман?» Собственно, как писать историю места, в котором ты живешь, как это включается в большую историю, как это сочетается с имперской историей, да, и с нашей историей циклополярной зоны, где, собственно, и находится этот город, потому что само строительство показывает, что игнорирование заполярья, значит, люди живут на севере, а для них это не очень очевидно, что это особо сель жизни, ментальности, привычек, даже, собственно, культурной мифологии. Вся мифология, если мы говорим о культуре, она вся централизованно российская, да, смешным образом могу привести пару примеров. В свое время опубликовали прекрасную статью Ольги Кушлиной, которая, это наш автор, детство которой прошло в Средней Азии. Она дочка политзаключенных, которые в свое время сослали в Среднюю Азию, еще в царство прицаре. Значит, и она рассказывает, что они сядут в школе, за окном плюс 40, барханы ходят, значит, верблюды, а они пишут сочинения «Зимнее отро в лесу». Дети в жизни не бывали в Средней полосе, им поставили картинку, и они должны описать, вот, значит, как это может быть. Когда мы приехали в Норильск, ровно то же самое было в Норильске, где это, леса тундра, где деревья, как вы понимаете, вот такой вот, значит, высоты, в лучшем случае, дети писали «Осень в березовой роще». Да, им тоже ставили картинку, потому что большинство детей не могли выезжать из этой зоны по разным причинам, денег не было особо, но они никогда не видели леса. И говорили, как интересно бы, а как это шуршит листва, и, значит, вот как бы это знать. Да, в этом смысле, да, вот это абсолютно сбой идентичности и понимания места. Понимаете, все, что я говорю о Норильске, мы легко перекладываем на состояние страны в целом. Поэтому, наша была задача с одной стороны, начинать разговор о локальной идентичности, вывести людей на разговор об этом месте, где они живут, об их истории. Отчасти нам это удалось, потому что на третий год этой конференции, которая была научена, с другой стороны, приглашали все городское сообщество. Наконец, людей прорвало, они стали говорить о печальном прошлом. И это произошло благодаря тому, что мы, в некотором смысле, как вам сказать, мы поступили с принципами. Мы отказались от гамбургского счета в пользу гуманности. Знаете, ведь это вот вопрос для всей страны. Как нам говорить о нашем трагическом прошлом? Значит, наше покаяние захлебнулось по той же самой причине, почему в Норильске молчат. Да, невозможно убить самих себя, в некотором смысле, потому что ты начинаешь исследовать вокруг себя все, и ты натыкаешься постоянно на какой-то ужас, который аннигилирует тебя как личность. И мы долго обсуждали с экспертами эту проблему. И мне кажется, мы нашли на тот момент правильное решение. А, как дать позитив людям, да, двигаться дальше, при этом не скрывая своего прочего? Мы сделали акцент на следующее, что да, это было ужасно, это было расплением людей. Преступники, к сожалению, уже не могут быть наказаны, они все умерли. Но общество оказалось сильнее их, оно смогло это преодолеть, а судить этого больше никогда не повторился. И странным образом после этого начались нормальные разговоры. Люди стали рассказывать про свои судьбы, судьбу своих родителей, бабушек и дедушек. И такое было ощущение, что это, когда груз этого чудовищного, да, как бы снят был при том, что люди как бы признавали эту ситуацию. Мы стали с ними говорить по поводу, как они видят себя, как они понимают, собственно, локальную историю, насколько они понимают там природу и так далее. Это был один путь. Второй путь, это была попытка заставить общество креативить, да, ну, собственно, создать какую-то новую культурную мифологию. Опять же, мы, проблема памятников, но, конечно, можно было бы пригласить лучших, значит, сделать конкурс на всю страну и на весь мир, пригласить туда победителей и сделать какие-то роскошные памятники, которые бы стали, может быть, по десяткам, что бы сверху. Но есть вот тот самый момент, когда приходят какие-то люди, ставят непонятно что, а общество не очень готово к восприятию современного искусства, откуда оно может быть, когда там застоявшееся советское обучение, что висит там в одной галерее, что показывают там в театре, это особый долгий разговор. И потом поставят какую-то загоголевую, на которой будут все писать три буквы, потому что это абсолютно отчужденное от тебя, может быть, замечательное объект искусства, но совершенно несопоставимое сознание. И мы решили, что ну и поп с ним, с гамбургским счетом. Давайте позволим людям, самим горожанам, определить, что они хотят видеть на улице. Мы объявили местный конкурс. И вывестили, так сказать, все проекты просто в городском пространстве. Люди пришли, голосовали. И, значит, первая скульптура, которая победила, я прошу прощения, это была скульптура оленя. Нельзя сказать, что сильно оригинальна, но, по крайней мере, я хочу заметить, этот олень, но точно соответствовал тому климату и жизни, который там существовал. Это было поставлено на центральную улицу, бывшей улице Ленина. Соответственно, вот он себе такой вот, прям, скажем, не фонтан, а некоторым образом. Ну, да, вот такой олень. Но я хочу сказать, что он мгновенно стал центром культурной жизни, потому что это был первый памятник неидеологического характера. Значит, ему пять раз сломали два рога от любви. Сейчас я хочу еще, да, вот, да. Пять раз восстанавливали. Ему запинтовывали голову. На Новый год ему вешали на рога всякие шарики. Молодожены приходили к этому оленю, фотографировались. Дети садились на этого оленя и так далее. Вместо встреч стали олени. Бабушки из соседних домов следили и докладывали в милицию, если кто-то там пытался оторвать ему рога и так далее. Это породило, вот знаете, при невинности и смехотровности это породило этот гуманизирующий момент. После этого началось невероятно креативное движение в городе. И мы поддержали еще несколько памятников. Значит, это был памятник, извините, шаману, для которого тоже сложился свой ритуал, там, да, перед студентом приходили, там, что-то ему шептали перед экзаменами и прочее, прочее. где-то у нас был еще, извините, морж, Андрюша, которым зимой на нем катались дети и закатали его просто совершенно и, значит, передвиженный кайф. хочу сказать, что, когда мы уже перестали там работать от причины независимых, в последнее время это породило потом подражание, хотя, может быть, опять немножко, да, советского плана, но там стали возникать всякие золотые рыбки, маленькие, коты-ученые и так далее. То есть эта традиция гуманизации пространства, она просто уже сама начала действовать. Мы работали с детьми из Норильского детского дома, там это огромная проблема, и у меня, к сожалению, нет с собой фотографии, мы не просто там заставили с этих цветочек и все прочее, а просто с ними работали художники, и они стали нашими партнерами, они делали потрясающие выставки, да, на разных наших мероприятиях и прочее. Мы даже приглашали их в Леон, они делали одну из центральных экспозиций. То есть мы начинали, да, вот работать с людьми, и одна из очень важных акций была, это социальный плакат. Дело в том, что когда мы туда пришли и увидели этот страшный город, да, вот там, Блеший и все прочее, и, да, кроме рекламы, там, летайте такими-то самолетами, да, и связь, инвесты, и там все прочее, собственно, ничего не было. Поэтому мы решили, что, поговорив с городской администрацией, мы сказали, что мы готовы вложить деньги, давайте конкурс социального плаката сделаем, опять же, среди граждан. Они это, как бы, очень одобрили, и мы объявили опять открытый конкурс, и опять город выбирал. И в итоге, кстати, по этим плакатам, которые потом мы вывесили на стены домов, да, это было поразительное явление, потому что, во-первых, вы себе представляете, когда в маленьком городе люди едут и говорят, а вот мой сын сделал, а вот моя дочь сделала. И очень интересно, я вам покажу эти плакаты, очень видно, собственно, вот те тайные мечтания людей и как они себя чувствуют в этом климате, что они хотят. Это очень важно. Я просто расскажу еще историю, что первый раз, когда мы попытались сделать это сами, мы, значит, взяли и сделали такую акцию, которая проходила в ряде городов, это называется, сценарист «Город тепла» или там был «Тюмен» с «Город тепла» и так далее. Развесили фотографии и получили по голове так, а почему? А потому что фотографии были депрессивные, они были социальные и черно-белые. Народ нам сказал, слушайте, у нас и так здесь цветовой голод, да, и так нам тошно, что вы нам это показываете, мы это каждый день не так видим. И в этом смысле мы снова пересмотрели ситуацию и отдав это на откуп самому городу, мы получили совершенно другой фидбэк. Я просто хочу показать эти плакаты, которые делали эти люди, и в некотором смысле это надо учитывать и понимать, на чем держится этот... Сейчас. Ну как можно развернуть, а? Я забыла. Потому что его не видно целиком. Чтобы было видно. Можно? Спасибо. 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 Можно, да? Давайте сейчас пролистаем. Попробуем. Можно? Можно? Спасибо. Вот это звучит. Давайте, да? В общем, почти здесь ничем не работало, просто выбраны были какие-то наиболее с точки зрения, ну, все-таки относительно, конечно, не профессиональные. И мне кажется, что вот это, да, намного, я бы сказала так, никакие профессионалы бы это не сделали, потому что вот здесь, как мне кажется, тоже метафора всей нашей страны, да, это желание такого, да, общество просит мира и такой гуманизации жизни, да, и там милитаризация сознания, которое происходит в последние годы, обществом явно она торгается. И я хочу сказать, что мы пытались сделать, создавали эту культурную мифологию, а вместе с Норильским Никелем у нас была такая серия книг для детей, которые обучались 1 сентября. Значит, собственно, мы просили разных авторов писать, ну, просто про такой, значит, персонаж Никельку, некоторого такого гномика, который известен был, потому что был такой мультфильм, который там у них показывался. И вот была серия таких книг, значит, его путешествия и все прочее, но где действительно рассказывалось о цветных, там, металлах, о каких-то так, да, что себя представляет в такой популярной форме. То есть, фактически, мы собирали, вот, как романтики 19 века, мы, собственно, писали мифологию, начинали писать мифологию города, просто создавали традицию. И я хочу сказать, что, к сожалению, да, этот процесс не был закончен, нам бы еще 2-3 года, если мы могли бы там работать вплотную. Я думаю, что могли быть какие-то бы колоссальные сдвиги. Хотя эти сдвиги были, потому что мы делали там ежегодный фестиваль современного искусства по названию «Калибургский кактус». Я понимаю, вот эта парадоксальность земли, да, вот, создавая такими странными вещами, где мы показывали и современное искусство, и хорошее, так сказать, современное классическое искусство. Мы делали театральные фестивали. То есть, с одной стороны, мы город насыщали каким-то современным и качественным вещами, с другой стороны, мы делали мастер-классы, и с другой стороны, мы позволяли горожанам быть абсолютной частью этого процесса, а не сидеть, так сказать, в портеле, и наблюдать, как кто-то там пляшет на сцене и говорит, учитесь у нас. И вот мне кажется, мне кажется, если мы посмотрим, тут очень много всего, поскольку время уже давно вышло, я хочу сказать, что вот этот опыт антропологического исследования, а я бы сказала, что это было автоисследование самих себя, дало нам очень много, и теперь, начиная работать в каждом городе, мы начинаем заново вот исследовать фактически вот таким антропологическим способом существования местных сообществ. Кто у них там, да, великий писатель местный, кто у них там, да, великий художник, которого они учтят, какое место священно для этих людей и все прочее. И каждый раз это совершенно по-новому. Это разные сценарии, это разные программы, это разный способ говорения. Но признавая самоценность во многом, да, этой территории, понимая ее трагизм и откидывая этот нравоучительный тон, давайте я вам расскажу, мы знаем лучше, мы получаем совершенно другую картину общества. Она много лучше, мы лучше, чем мы думаем сами о себе. Я бы сказала это так. Да, что люди быстро учатся, что люди быстро начинают креативить, они начинают создавать какого-то, да, очень быстро приходят на другой уровень. И во всяком случае они начинают сами относиться к тому месту, где они живут, собственно говоря, как к собственной стране, к собственной, так сказать, да, как раньше говорили, малой родине, я не побоюсь этого слова. И мне кажется, что те проблемы, с которыми мы ставим на риски, да, мне кажется, нам следует обсуждать это, да, вот уже на каком-то уровне общенациональном. Да, вот эта картина страны, если здесь из одной точки, все изливается, так сказать, да, на всех, мне кажется, она настолько порочна, что она и есть, мне кажется, главный фактор препятствия многих позитивных изменений в нашей стране. А, и в этом смысле, это последний случай, я замолчу, когда мы стали работать серьезно в Красноярске, который находится на юге Сибири, да, это совершенно другой возрастной традицией. И первое, что мы сделали в этом университетском городе, где нет книг вообще хороших, а сделали ежегодно книжную ярмарку, нам все говорили, что у нас больше никто не читает, никому ничего не нужно, вообще один чистоган, одни деньги. Ну, в общем, все знакомые вот эти истории, особенно бедная молодежь, которая доставалась всегда всем, что вообще ни о чем не думает. И первый же год мы это сделали, да, и снесли все стенды и скупили за годня все книги. В последний раз в прошлом ноябре в городе, в Красноярске, где меньше миллиона человек, через ярмарку прошло 40 тысяч людей, это каждые 25, грубо говоря. Так что в этом смысле создающиеся точки сборки, да, возможности фрагментированного общества, да, собраться вместе показывает, что оказывается все на месте. Интеллигенция существует, интерес к высокому, грубо говоря, существует, да, и людей надо, во-первых, научить и объяснить, что они могут многие вещи делать даже в нынешней ситуации, а с другой стороны дать им ощущение комфорта и человеческого достоинства. Все остальное, мне кажется, да, уже потом приложится. Простите, я превысила весь регламент, куча картинок не показала, но это бесконечно. Спасибо большое, Эль Миккина, за подушевляющий доклад, пожалуйста. У меня есть вопрос по поводу позиций, которые... Вы занимаетесь в этом исследовании. То есть, как мне показалось, эта позиция, мы скучаю, которые смотрят на этот процесс извне со своей колокольной. Вопрос в том, что вы тем самым приносите, находясь на этой позиции, в свое исследование этого вопроса. То есть, может быть, не то, что все не так трагично, просто сами жители Норильска, возможно, по-другому осмысляют то место, где они находятся. И дело может быть не только в памяти, связанной с какими-то историческими местами, памяти некой социальной, памяти индивидуальной, связанной с теми местами о том, где они проходили по этому городу, в каких местах проходили какие-то события уже в личной жизни. Это же тоже связано с определенным насыщением, смыслами, да, лично, мне кажется. Вы знаете, у нас у всех есть своя личная память, какие-то свои места. Вы знаете, нет, наоборот, я пыталась показать, что была наша попытка, да, перестать смотреть на другую, скажем, местную культуру с позиции москвича. В конце концов, вот москвич, Москва – это тоже очень специфический город со своими огромными проблемами. Да, в этом смысле, наше полопадное, но с другой стороны, мы жители этой страны. Грубо говоря, я имею право приехать в Норильск ровно так же, как в любой другой город, как приехать в Москву. Наша задача была не только в этой идее научить там бедных людей, это было самопознание. Да, вот как можно что-то реально делать, какие-то культурные инициативы, политические акции, все что угодно, в стране, которую мы, собственно, не знаем. Да, вот проблемы-то мы собственную страну не знаем и не очень понимаем, да, насколько многообразно, да, существование культурное, политическое, экономическое, историческое каждой из территорий. А мы считаем, что если мы живем в собственной стране, мы полагаем, что наш личный опыт нам позволяет судить обо всем. Отсюда, я думаю, большое количество трагедий, которые происходят, хотели как лучше, а получили как всегда. Собственно, и наша-то была задача помочь, может быть, да, и самим нам, и Норильчанам, да, какие-то вещи решать. То есть, понимаете, проблема простая, во многом, да, исходит из того, что в регионах возможности самореализации намного меньше, это объективно. Там нет денег, там более консервативные, как правило, так сказать, да, органы власти. Там более жесткие были, тоталитарный контроль и до сих пор остается. А такие, знаете, места есть, которые мы видели, это ужас полный. И в этом смысле, какой выход у людей? Уезжать. Да, и происходит вымывание всех талантливых людей из регионов. И это вообще большая трагедия. А Москва перенасыщается, и здесь люди, собственно, не могут часто реализоваться, потому что сверхконцентрация, она тоже плохая. Наша была задача попробовать найти способы, чтобы люди могли, оставаясь там, самореализовываться, да, выходить на какие-то высокие уровни. Они имеют право все уезжать, разумеется, да, кто же запретит. Но в этом смысле не чувствуют себя, что они там вот сидят, да, вот где-то есть вот центр, а мы тут, значит, где-то. Оборотная сторона. Это нам ничего не надо, мы здесь сами самобытные, вообще не трогайте нас, да. И я считаю, что это позиция, в общем, трагическая. И поверьте, никакого, я пыталась объяснить, что никакого высокомерия, наоборот, нас научили очень много, не так, да. Это была и наука уметь уважать людей даже предрассудки, да, и понимать, что есть уровень восприятия общества, да. Вот мы проходим 20 лет, каждый раз другой уровень понимания задач, готовности, что надо самим готовиться, да, и готовить людей, объяснять какие-то вещи. А не просто говорить, так, вы ничего не понимаете, мы сейчас вам покажем, как надо, да. Ну, мы это видим каждый день, собственно. Почти о том же самое. Я не понимаю, почему у вас пыталась экономическая пугать в первой колонии, нормальная экономизация территории. Совершенно нормальное явление. Люди приходят на пустое место, они начинают там жить. Может быть, неправильным путем? Американцы тоже пришли почти на пустую территорию. Я не только говорила, простите, я не говорила о том, что люди приходят на территорию осваиваться. Я говорила о том, что очень многие политические, экономические, культурные решения, да, власти, которые центральные власти, выстраиваются подсознательно, это не то, что специально, да, как колонизаторов по отношению к собственной стране, да, без учета специфики места, специфики истории, да, нужд, реальных нужд людей, живущих там. А просто исходя из некоторых абстрактных принципов, как лучше. Вот о чем я говорю. Вот вы когда туда поехали, вы очень ярко показали, например, именно этой политики. Как культуртрейкеры. И вот вы проекте, да, вы научились, вот по всему территории изменились. Вот вы немножко проехали, но вы сами это рассказали. А скажите, а если вы ребенку своего учите, например, вы эклонизатор или культуртрейкер, или кто? Они вам не дети, они равновеликие. Не дети. Значит, я хочу вам объяснить, значит, вы равновеликие. Но тогда, вот скажем, да, я делаю журнал, например, да, я его делаю что? С точки зрения колонизации или я, это часть академической среды, да, пытаюсь показать, как я это вижу, да, например, какие-то, как мне кажется, интересные направления и так далее. Это колонизаторство или просветительство? Отчасти колонизаторство. Значит, вообще ничего не надо. Нет, почему? А как же? Вы решали, вы уже консультанты перешли, старые навязывают. Ничего не навязывают. Не навязывают. Вот, понимаете, я, может быть, это сократила, мы не навязывали. Когда мы делали некоторые программы, мы, я говорила, предварительно, мы обсуждали с людьми, какие у них больные проблемы, где бы стоило им помочь, да, что они хотят, чтобы вы помогли. А не то, что мы пришли и сказали, так, у вас тут все, ничего не годится, значит, это вот не то, это вот не все, наоборот. Какие у вас проблемы? Потому что мы этого не можем знать, да. Я знаю проблемы в собственном городе, и то не до конца. Но я не могу судить о другом. Понимаете, вот не будем передергивать, да, я пыталась объяснить, что очень много отличных акций делается, да, но если неправильно понимается специфика, например, история с первою, да, где открыли прекрасный музей современного искусства. Там чуть ли не демонстрации протеста местной общественности, а замечательная вещь. Ну вот почему? А потому что, вот то, чего мы всегда боялись, да, работая и работая, да, на территории, вот как бы навязывать людям, вот какой-то, не спросив их вообще, да, и в некотором смысле, что произошло в Пермине? Открыли. Приехала московская команда. Деньги, которые распределялись, финансировались на местные культурные проекты, забрали и перекинули на этот, значит, ну как вы будете чувствовать, да, местная интеллектуальная среда? Может быть, она не на том уровне, не знаю, не могу судить, но это тот уровень, да, где люди вот могли реально достичь, они там существуют, да, и вот это, мне кажется, и есть неуважение, да, давайте, может быть, прежде чем открывать, а галерея, которая там замечательно существовала, отдали, извините, папа и выгнали галерею из здания, где она занимала там 60 лет. И вот скажите, пожалуйста, вот это какой, вот это, а при этом были, в общем-то, правильная позиция, надо открывать такого рода музей, но способ это делать, да, чтобы люди понимали, что это замечательно, вот у них появляется еще одна площадка приложения сил, а не исчезновение других за счет того, что мы делаем что-то другое, даже, может, на лучшем уровне. Вот что я имею в виду, да, в этой ситуации. Вот то, что мы принципиально были против. Мы ничего не строили там, не навязывали. Если мы задевали конкурсы, мы это делали после изучения, если конкурс не работал, либо мы должны были переформировывать, мы понимали, что мы, может быть, неправильно формулировали, или мы его отменяли, мы понимаем, что людям это не нужно. И при этом был финфейк, поскольку город небольшой, люди приходили, да, они что-то объясняли, они рассказывали. И, собственно, в этом смысле я считаю, что это дорогий путь, неэффектный, да, потому что вы не оставляете вот у себя огромных памятников, где, может сказать, вот, я там восстановил храм там или еще что-то. Но я считаю, что это единственное возможности. Очень простой, решающий вопрос. Вот скажите честно, вы хотите, чтобы город на лист остался жить вот в этом диком климате, вот в этой странной связи, или лучше переселить откуда все этот город закрыть? Знаете, это не мои задачи, не задачи благотворительного фонда. Я не знаю, я хочу дать людям, как я это вижу, возможности самореализации и адаптации в разных случаях, да, а проблема-то нашей страны, как мне кажется, на примере очень многих городов, и в том числе и Москвы, в этом случае она не исключение, что так долго в стране не то, что культивировалась инициатива, да, она всегда подавлялась, что большое количество просто людей, но бояться что-то начинается, да, даже если они могут. И, кстати, до сих пор мы встречаем такую ситуацию. Может, вы откроете нам газету, а вы в ней будете поработать? Мы говорим, ребята, мы готовы поддержать вас, вы напишите заявку, что вы открываете эту газету, а мы вам поможем. Но мы не мастерство культуры. Понимаете, и вот эта проблема, это везде. Это в Москве, в Петербурге, в Красноярске, в Нариске, где угодно. Это наше прошлое грустное, да. Пока мы сами не осознаем это, да, что вот есть такая ситуация, а есть из этого выход, мы будем всегда упираться в одни и те же ментальные тупики. Как нужно переселять или не переселять людей? Знаете, вот задача, не надо меня сразу, я не президент. Простите, вот эти, сразу ставите, я говорю о том маленьком вот уровне, на котором мы работали и те скромные результаты получили, а вы мне, ну, эти претензии, вот так вот, да? Вот, вот скажите, я не знаю, об этом надо вообще, уже нельзя уничтожить город, он есть. Его не должно было быть, но он есть. Знаете, не должно было быть этих чудовищных модных городов, но они есть. Значит, что мы будем делать? Закрывать, ухажите ли идите, куда хотите? Я не знаю, это как раз вопрос на все. Что же от меня все требуется сразу же, да? Ну, подавай, да подавай. Про инициативу наказуем. Я вам рассказываю на лице, а вы тут же определяете мне претензии. Я вообще не об этом говорю. Сейчас, расскажи, несколько вопросов. Давайте, послышали. Да, уже там. Близости кофе-брей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Мазаев Петр, исторический публика Московского университета. Я хотел задать вот несколько вопросов таких на уточнение того, что вы делали в процессе, в процессе вашего исследования. В первую очередь, меня заинтересовало вот эти вот заброшенные дома. Они каким-то образом обживаются местным молодежью? Вообще, вообще вот обычно у молодежи... Там артистический климат, там обжить нельзя. Нет, ну понятно. Понимаете, да, там выбитые окна и промерзает все. Знаете, вот в Мурманске, в Мурманске тоже вроде бы, да, такой, не самый лучший климат, но они при этом, ну там местная молодежь, я более-менее их знаю, они умудряются в этих заброшенных домах, которые в Мурманске тоже есть. Они там ритбазы делают таким образом, что 12-этажную башню всю занимают фактически своими какими-то мероприятиями. Это, ну, это возможно, но вот я так понимаю, что в Мурманске нету у молодежи никакого такого среды, какое-то обитание, каких-то мероприятий. Знаете, действительно, и вот когда мы выходили, эта молодежь появилась, да, потому что 5 лет мы работали, но, я хочу сказать, Мурманске это особая территория, потому что этот комбинат был царь-бог, да, на территории. Фактически городские власти там все были декоративным явлением, да, потому что комбинат дает деньги. В последние годы там стало немножко лучше и все прочее, там ничего не разрешалось, да, там советская власть не уходила. И в этом смысле молодые люди все время были под контролем, а тем более, знаете, Мурманск все-таки не моно-город, да, он все-таки нормальный город со своей историей и так далее. Это такое жесткое искусственное образование, где, значит, тотальный контроль преподавателей, родителей, я не знаю что. Бедные дети там, да, наконец-то начали открываться какие-то там кафе, значит, интернет-кафе и все прочее, которые быстро закрывались. В последнее время там стало немножко лучше, стала распространяться какая-то вот такая клубная культура, в том числе и с нашей помощью. Но вообще там, даже по сравнению с другими городами, в общем, очень сложная ситуация. Ну и еще один совсем маленький вопрос. Есть ли в городе Норильске какие-то сетевые, сетевые вот кафе, клубы, что-то, после того, как либо до вас что-то существовало время, когда вы туда пришли, либо вот после вас, появилось ли там что-нибудь? Вы знаете, да, там стали развиваться, да, во-первых, просто стали появляться кафе, там немножко легче стало, да, просто как-то криминальная ситуация утихла, да, там как-то стали открываться кафе. И появились сетевые общества, которые поддерживают целый ряд проектов различных. Интернет-проекты, да, в общем, какие-то такие клубы по интересам и так далее. Сколько сейчас там всего, я уже не могу судить, потому что, к сожалению, мы туда не можем попасть. Но это начиналось позже, чем везде, но действительно начиналось. Спасибо. Знаете, я не хочу преувеличить, да, что мы пришли и показали людям светлый путь. Вот, да, для этого требуется, вообще, мы это предполагаем, что будет системная работа в течение вот десятилетия. Да, для того, чтобы он нарастился, вот этот культурный слой, предпологи, да, какой-то другой климат в городе. Это было начало, и результаты были видны, но можете, да, вот предъявить вам какие-то графики духовного роста, да, вот точно не могу. Но было видно, что депрессивная среда, после того, как мы на разных уровнях работали и поддерживали очень разные инициативы разными способами, да, она стала меняться. Это было видно, что она оказалась самым главным. Спасибо.